Ну и тем временем, давайте глянем, French Frogs начинают в атаке, Virtus.pro в защите, посмотрим, кто из них окажется сегодня сильнее. Опять же, Virtus.pro, обновленный состав, они вроде бы как наконец-то устаканились с игроками. Вегги и Акалишо сыграют за этих парней, ну и Меху, Снэкс и Снэчи. С другой же стороны, у French Frogs вообще абсолютно неизменный состав, Логан, Мака, Дэвид Питт, Джинкс и Хаджи. Тем не менее, начинается выход на Аплент и тут же врывается Джинкс. Джинкс попробует дальше, наверное, прорваться, да, он похоже очень хочет забрать оппонентов. Самое что интересное, ретейкать будут ребята из команды Virtus.pro, ну и как видим, уже не очень удалось. Хаджи, Джинкс оформляет минус по Акалишову и Меху, при этом Логан забирает Снэкса. Ну и тут чутка попадают, конечно, но опять же, все это как-то совсем безрезультатно и тщетно. Опять в ноль заканчивается пистолетный раунд для французского коллектива. Где музыка, я танцевал, дружище. Музыка закончилась так, как начался матч. Ну и Диггл, два P250, ЦЗ-шка, а также USP в руках у команды Virtus.pro. Это экономический раунд, после которого они будут закупаться уже более серьезными девайсами. Ну а с другой стороны три Галива, Мак-10, а также P250 в руках у Маки. Мака пока не хочет менять себе девайс, Джинкс при этом уже забирает веги, можно попробовать дальше проходить. Опять же, 16% здоровья, вот это действительно неприятно. Мака забирает Снэкси, тут же Миху отваливается от рук Джинкса. Ну и последним остается Снэкс, Снэкс находится под головой и его здесь тоже должны забирать. Да, так и происходит, хотя в этот раз опять же все-таки минус был. Отвалился Дэвид Пи, но это не привело опять же к победе команды Virtus.pro. В любом случае, именно сейчас должны появляться, хотя как посмотреть, появятся ли тут девайсы. Тут, скорее всего, опять пистолеты, ну а потом уже только после этого они чем-то закупятся. Да, 4P250, Юспа, против них АК-47 в руках у Маки, 3 Галива, а также Мак-10. Парни двигаются в направлении теперь уже точки Б, при этом Снэкса абсолютно никто не чекает. Ну как же так-то, он мог сейчас забирать двоих. Эх уж эта чертова флешка. Ситуация 4 в 4, тем не менее, Дэвид Пи ставит бомбу, ну и этот раунд уже можно считать проигранным для команды Virtus.pro. Итак, Мака. Прокидывает Молотов. Молотов по-хорошему чутка все-таки согнал игрока, при этом Акалишос забирает Волгана. Отличная работа, правда дальше, похоже, Акалишос будет падать жертвой Маки. Да, так и происходит. Ну и тут же... Слушайте, а вот сейчас неплохо, на самом деле. На выбивании сыграли, девайсики повыбивали, все отлично. Ну и, как мы видим, Миху и Снэчи. Будут ловить еще и Дэвид Пи. Сходя из того, что я сейчас вижу, но Дэвид Пи сам, по-моему, к ним не очень торопится идти. И, в принципе, правильно делает, потому что терять девайсы на ровном месте тоже будет немножко неприятно. И так много было потеряно. Итак, время закупаться. Снэчи и Снэкс уже берут себе снайперские винтовки, два Ауга в руках у Веги Акалишоса, ну а Миху играет с М4. Ну что ж, с другой стороны у Френч Фрогов мы видим три АК-47, Галил и АВП в руках у Маки. Опять же, безумно опасный снайпер, но неизвестно, как он себя здесь поведет. Акалишос готов встречать соперника. Хаджи готов при этом выходить. Есть минус, отличная работа. Хаджи, Джинкс минусует еще и Веги. Просто невероятные вещи творят сейчас, парни. Итак, промах, причем взаимный, все хорошо. Но вот второй раз все-таки Мак себе такой роскоши не позволяет, чтобы промахнуться. Ну и, как мы видим, ситуация 2 в 4. Бесперспективная, на самом деле, для коллектива Virtus.pro. Я думаю, что этим парням нужно уходить на сейв. Вот, ладно, Миху пошел, отдался. Снексу точно здесь ловить нечего и гулять просто так ему, наверное, не стоит. Снайперская винтовка в следующем раунде, даже если тот будет пистолетным, во что мне, ну, не сильно доверится. Хотя могут и закупиться пистолетами, а могут, в принципе, закупиться, кто его знает. Больше надежд в пистолеты. Ну и снайперская винтовка. Я видел подобные раунды, они выигрывались, так что... Все может быть. В любом случае, а вопа лишним не будет. Ох. 4-0. 4-0 для французов. И эти парни пока что не намерены сдаваться ни в коем случае. К слову, Снекс берет паузу. И надеюсь, что это поможет им как-то обсудить вообще все свои проблемы текущие, которые у них есть. Да, берут они себе пистолеты, берут арморы, байдо 2000, 2 дегла, 5-7, P250. 3 флешки, 3 смока. Есть один набор диффуза. Для диффуза. Ну и с другой стороны все явно лучше. Три АК-47 галил в руках у Дэвида Пи и АВП. И знаете, чего не хватает Дэвида Пи с дробовиком? Ну, я думаю, что мы этот момент еще увидим с вами сегодня. Потому что Дэвид Пи без дробовика, ну, да, это просто невозможно. Я не знаю, в какой вселенной надо оказаться, чтобы такое увидеть. Тем не менее, поехали смотреть. Похоже, будет осаждаться Апленд. Ну и тут ребята решили попробовать укрепить его. Правда, даст ли это им что-то? При условии того, что в руках у них пистолеты. Ну а Снакс просто контролирует базу Б. Пошел Раскит. Ну и сейчас будет, собственно говоря, выход. Веги уже отваливается от рук Джинкса. При этом Акалишиус отвечает по Джинксу, но Хаджи дает свой размен по самому Акалишиусу. Правда, сам Хаджи остается дико красным. Миху убирает Логана. Миху может попробовать дальше еще как-то забрать. А вдруг есть же! Еще один минус. Дэвид Пи падает. Отличная работа. Правда, после этого Хаджи. Этого парня никак забирать не удается. К слову, Снакс последний и... Что ж. Снакс со снайперской винтовкой. Итак. Мака. Хаджи. Но в свою очередь просто контролирует сейчас Снакс. Самое, что интересное, бомба можно поставить за, и вообще проблем никаких не будет толком. У парней все будет просто великолепно. Да, бомба будет поставлена на дефолте, ну и... Ох, тут придется не сладко теперь уже самому Снаксу. Но сейвить я даже не знаю, есть ли смысл. По-хорошему, снэчи все равно должно хватать на снайперскую винтовку. Самому Снаксу должно хватать на снайперскую винтовку. С этим вопрос вообще никакого не стоит, так что все нормально. При этом Снакс решил все-таки подсейвить денег, подэкономить. Но это ему никак не помогло, потому что полностью был услышан Снакс. Итак, вновь байраунд. Вновь две снайперские винтовки. Еще одна попытка от команды Virtus.pro. Пока что 5-0 для коллективов Ranch Frogs. Не самое приятное, что могли видеть на табло ребята из команды Virtus.pro. Но, тем не менее, никогда не поздно вернуться. Тем более, сейчас... О, а сейчас-то выход будет на базу B. Здравствуйте. Это будет, конечно, чуть менее приятно. Исходя из того, как сейчас позиционируют ребята себя из команды Virtus.pro. Очень, ну как, не очень далеко. Тут Миха есть, который как бы уже спасает ситуацию. Плюс еще и Снакс. Отличная работа. Ладно, Миха подоспел вовремя. Так, шибитесь за этого раунд. Возможно, даже уже спасен. Я думаю, что... Более чем спасен. Хотя, все еще может измениться. Это будет, конечно, очень неприятно для команды Virtus.pro. Проигрывать ситуацию 2-5. Такое бы они, наверное, не хотели увидеть. Итак, тем не менее. Дэвид Пи. Ну, его здесь Снэча просто ждет. И вряд ли у него здесь что-то получится. Дэвид Пи забирает Акалишиуса. При этом дальше снайперская винтовка. Что тоже не очень круто. Которая его контролирует. Есть минус от Миху. Отличная работа. Пока что не пропускает. Не пропускает абсолютно никак. Отличный Молотов. Веги бесподобно. При этом пытается Мака дальше разыграть. Мака было близко. Было очень близко к тому, чтобы забрать Веги. 1% здоровья. Всего лишь 1% здоровья. Тем не менее, бомба дефьюзится. И это первый раунд для команды Virtus.pro. Итак. 5-1. Конечно, французские лягушки все еще впереди. Но тем не менее. Польские медведи будут шагать. Победя. Аук. М4. 5-7. Ну и два АВП. И самое интересное. Ну там у вас бонус есть. Причем у вас бонус очень даже неплохой. У коллектива Virtus.pro. Поэтому они особо проблем испытывать не будут. Мака уже забирает Веги. Что ж. Неплохо. Неплохо. Итак, Логан. Тут же минус по Калишосу. Попробовал дальше постреляться. Но особо там не зашло. При этом Джинкс находится вот в чертовски сейчас коварной позиции. Не факт, что его здесь еще кто-то успеет заметить. Да, Снакс все. Он уже упустил свой тайминг. И как-то пока не везет ребятам из Virtus.pro. В некоторых моментах, конечно же. Выход будет, скорее всего, под базу B. Исходя из того, что я сейчас вижу. Джинкс тут может, конечно, удивить, выйдя на эту самую точку. А Джинкс сейчас этим и будет заниматься. Самое интересное. Михо. Он вроде как контролирует и должен, наверное, понимать, где будет оппонент. Но Джинкс чертовски опасно пробирается уже за бэксайд. И отсюда именно из-за бэксайда. Скорее всего, сейчас и будут появляться проблемы. Хотя, опять же, вроде все. Михо знает. Информация есть. Михо видел соперника. Должен забирать его. Но все-таки его развели. Крайне аккуратная игра от команды French Frogs. И великолепный раунд в их же исполнении. Последним остается Снэчч. Снайпер команды Virtus.pro. И на этом заканчивается седьмой уже раунд этого противостояния. Причем победой для команды French Frogs. 6-1. Никто не умер. Ух. Не, сильно, сильно играют сейчас ребята из Франции. Прям очень жестко. Ну и тем временем. Давайте посмотрим дальше. А вдруг, вдруг что-то изменится. Я думаю, что многие хотели бы увидеть именно подобный исход. Опять же, я видел, что перед стартом матча огромнейшее большинство болело. Именно за коллектив Virtus.pro. Сейчас, ну, как-то чё-то, как-то хейтеры подъехали. Хотя, опять же, рано пока хейтить команду. То есть, ну, вообще, в принципе, команду хейтить такое. Тем не менее. 6-1 только счет. Разница всего лишь в 5 раундов. Тем более, это первая половина. Так что... Тем более, это карта Мираж, на которой, в принципе, камбэкнуть вообще на Иде. Те же самые в прошлом 3D Max'ы фрэнчфроги показывали. Со счета 14-1 они камбэкнули до овертаймов. Рудно, на овертаймах они все-таки отлетели, но это неважно. Итак. Джинкс. Веги. Ну что же, Снакс готов встречать сейчас игроков под базой B. И вряд ли его здесь кто-то быстро убьет. Да, есть минус. Отличная работа. Притом, еще оставляйте как разным Логан. А вот это уже еще более... Еще менее приятный исход. Веги. Отличная работа. Минус 2 в его исполнении. Мак туда же Джинкс мог забрать, конечно, Снетчи. Тем не менее, на Форесе находится еще и Снакс. Ну и Снакс по итогу заканчивает этот раунд в пользу коллектива Virtus.pro. Пик. Дружище. Best of 1. Карта De Mirage. Ух. Два АК-47. Два Луга М4А4. В руках у команды Virtus.pro. В свою очередь... Ох, АДЖИ. Кажется, этот парень все-таки злой. Очень злой. И... Исходя из того, что я сейчас вижу, парни будут пробовать как-то дальше. Действовать. Итак, Снакс спалил свою позицию. Тем не менее, все же добил Хаджи. Оформив тем самым ситуацию 4 в 4. И свои 46% здоровья. То есть по ХП все еще в плюсе, ребята, от команды French Frogs. Но ХП в Counter-Strike эта штука такая. Оно здесь может зарешать. Тем более, он не ВОУХП. Он всего лишь половинчатый. Поэтому он может еще множество вещей сделать. Интересных и не очень. Тем не менее, посмотрим. Веги. Можно попробовать опять. Невзначай прокрасться. Но мне кажется, в этот раз его будут просто ждать. И не дадут так просто разыграть из-под позиции коннектора. Итак. 4 в 4. Веги. Забирает Джинкса. Мака. Есть минус по снэтчим. Отличная работа. Нужно проходить. Ставить бомбу. Последние секунды. Если сейчас просто убить Давида Пи, то все было бы уже хорошо для команды Virtus.pro. Но тем не менее, так сладко и легко для них ничего не будет в этой игре. Но есть Веги, есть Акалишус, есть Снакс, которые могут еще попробовать. Ладно, чуть меньше Акалишус. Все же отваливается. Тем не менее, Веги забирает Маку. И Дэвид Пи очень аккуратен. Он просто ждет. Он просто ждет. Он понимает, где находятся в принципе оба игрока. Итак. Есть минус 1 у Дэвида Пи. При этом Логан находится в спине. И он просто не даст разыграть. Хотя какой тут Логан? Тут есть Дэвид Пи, который не даст разыграть никому на пуинте. 7-2 для команды French Frogs. Ох, просто жесть. Просто жесть. 7 на 7 идет Снакс. Михо 5 на 7. 5 на 7 идет Веги. Снэчи 2 на 7. И 2 на 8 Акалишус. Мака 12 на 4. 10 на 3 Хаджа. Дэвид Пи 6 на 4. 6 на 6 Джинкс. И Логан пока что где-то на уровне с Снэчей Акалишусом. А что... О, господи. Что тут происходит? Размены в миду чудовищные. Тем не менее, все-таки ситуация 3 в 3. Михо тоже может попробовать ворваться. Хаджи. Есть минус по Снаксу. Значи... Михо. Вдвоем в этом раунде будут бороться еще как-то за... Возможно, победу. Возможно, просто побороться за что-нибудь. Я просто не знаю. Это очень сложно будет ребятам из команды Virtus.pro. По крайней мере, в этом раунде. Хотя, в этом раунде еще все не так ужасно, как могло бы быть. Тем не менее, 2 в 3. Итак, можно пробовать выходить на базу А. Ой, на базу Б. И, по-моему, туда именно и планируют, ребята, в принципе, выйти. DavidP подходит к этой позиции. Тут же находятся Хаджи. И нужно забрать лишь одного. Это Михо. Итак. Михо. Флешка не работает. Но после этого, правда, DavidP его вырубает. И на этом все заканчивается, походу. Я не знаю, сможет ли Снэтч успеть как-то здесь помешать игрокам. Тем не менее, он может попробовать 16% здоровья у него. И Логан по итогу забирает своего оппонента. Попал сначала в ногу. Ну, а потом уже с пистолета его добил. В 8-2 первая половина уже отправляется прямиком к французскому коллективу. Итак. Два дегла, ЦЗшка, 5-7 и П-2000. В руках у команды Virtus.Pro. Скорее всего, выход на девятый раунд для французов. Есть минус от Маки. Отваливается Веги. Итак. Тем не менее, Акалишо смог все-таки забрать Маку, несмотря на целую череду минус-олф. И, как мы видим, Акалишо здесь долго, скорее всего, не проживет. Хотя, все-таки смог. Все-таки смог чутка попотеть. Ну, что же. Снакс. Да, Снакс последний. У него есть Ак-47, который он наверняка просто отправится сейвить. Ну, зачем с ним воевать? Просто вот зачем? Есть ли какой-то смысл? Да, Хадж забирает по итогу Снакса. 9-2. Даже засейвить не дали. Ребята из Френч Фрокс показывают пока что полную доминацию, будучи игроками атакующей стороны. И самое интересное, надо посмотреть вообще, как экстридемакс играли... Я не знаю, у Френч Фроков есть вообще статистика или здесь как? А, есть. Отлично. Им взяли уже как раз статистику. За атаку они всегда играли сильнее, чем за защиту. То есть тут 38 против 62. А Калишос работает. Веге также работает. Фаст врыв на Аплент не удался у коллектива Френч Фрокс. Отличная работа. Все получилось здраво и хорошо. Отличный пистолет. Неплохо, неплохо. Ну, и тут видно было как-то. Чутка Мака. 17% здоровья. Вряд ли у него получится как-то выйти. Тем более сейчас на него... Ну, опять же... Да, смоки и смоки это важная штука. Со смоками будет бороться сложно. Как-то тут Маки. И так. А Калишос, Миху и Снакс. Ну, а Мак просто сейвит. Он просто сейвит свою снайперскую винтовку в следующий раунд для своего коллектива. 9-3. Ребята из команды Virtus.pro смогли взять еще один раунд. Но опять же, раундов осталось не так же много. И им, наверное, хотя бы пятерочку было бы приятно заиметь. И так. И так. Да, да. Все. Закончился этот раунд. Третий. Для команды Virtus.pro. Матч на паузу. Тактическая от команды French Frogs. И знаете, обычно French Frogs... Как бы это ни было прискорбно осознавать, после проигранного сразу же берут. По крайней мере, текущее положение дел нам это показывает. То есть, один раунд берут ребята из команды Virtus.pro. После этого один раунд брали, как минимум один раунд брали ребята из French Frogs. Причем тут такие... Была завязочка на качели, возможные после пяти подряд взятых от команды French Frogs. Но как-то не задалось. Не задалось. Три раунда к ряду начали брать ребята из команды French Frogs. Тем самым оформили себе уже девятку. И, возможно, будут оформлять и дальше. Но там уже посмотрим. French Frogs в любом случае за атаку играют чутка сильнее. К слову, надо посмотреть, как за эту самую атаку играют Virtus. Так ли у них хороша атака? Нет, атака у них не так же хороша. То есть, за атаку они играют на карте на Мираж обычно сильнее, чем за сторону защиты. Ой, за атаку слабее, чем за сторону защиты. Ладно, поехали смотреть, смогут ли сейчас ребята из French Frogs как-то нас удивить. И удивить команду, конечно же, Virtus.pro. Ну что же, удивили. Удивили, ребята. Михо, триплкил, Давид Пиджинкс и Хаджи уже отвалились. Логан и Мака остаются вдвоем. Самое, что интересно, нет денег на следующий раунд у команды French Frogs. И им придется делать экономический. А это уже пятый раунд для команды Virtus.pro. Красиво. Михо забирает Логана. Мак последний. Все, по Маке есть информация. И Маку здесь сейчас должен зажимать банальнейший Веги, который внезапно оказался у последнего за спиной. Да, так и происходит. 4-9. Команда Virtus.pro готовится двигаться уже к пятому для себя раунду. Не так. По 250-й, два дегла. Ну, хорошо, два по 250-х, два дегла. Ну и Логан играет за Глаком. Снэтчи. Есть первый минус. Мака уже отваливается. Первый по 250-й уже пал. И так. Веги. Забирает Логана. Дэвид Пи. Под базой Беном. Ему здесь просто... Долго он здесь не проживет, я думаю. В любом случае, Веги забирает Хаджи. Джинкс отваливается от Рок Снэтчи. Последним остается Дэвид Пи. Дэвид Пи. 9% здоровья. И... Он вроде убегает. Но опять же, много ли это ему дат, когда здесь находится Веги, который передает ему небольшой привет со своего ауга. Трипл Килл для Веги. Дабл для Снэтчи. Пятый раунд для команды Виртус Про. И вот, знаете, теперь уже все это выглядит не так однозначно. Исходя из того, что Френч Фроги в защите играют хуже, чем в атаке. Мы видим, что Виртусата начинают набирать... Два АБП, два АК-47 и АУК. И агрессия в мидл, как мы видим. Причем такая достаточно серьезная агрессия. Сейчас еще и ХАЕшка зацепит. Да, теперь уже, в принципе, Хаджи можно ваншот. Но так невзначай. Но Джинкс пока этого не дает сделать. Миху отваливается. Снэтчи тут же отваливается от Рок Маки, который решил разыграть с лучшим в мире девайсом СГ-553. Итак. Джинкс. Про Веги пока нет информации у него. Ну и до конца жизни он не знал, где же находится Веги. Но потом уже, правда, узнал. Но это мало что дало. С возможным выходом на АС пишут ребята из Френч Фрокс. Хаджи забирает Веги. Логан. Нашел еще и Акалишоса. Снэкс последний. Ну и Снэкс тут очень неудачно выпрыгнул на Хаджи. Это 5-10. Тем временем 13 на 11 отыграл Веги. Миху отыграл. 14 на 7. 9. О, подождите. Нет. 10 на 10 отыграл Миху. Снэкс 8 на 10. Акалишос 6 на 11. И 4 на 11 отыграл Снэтчи. С другой стороны 17 на 8 Мака. Хаджи 14 на 7. 9 на 8 Дэвид Питт. Джинкс 8 на 11. И Логан 5 на 7. Не так уж и хорошо, но ладно. Опять же, по 2 игрока выделяются в каждом коллективе. Мака и Хаджи в команде Френч Фрокс. И Снэтчи, который делает красиво. Сейчас, по крайней мере, по Джинксу. Но, в любом случае, Веги и Миху выделяются в команде Виртус Про. Не так. Начинается выход. Правда, Логан забирает Акалишоса. Миху минусует Логана. Дэвид Пи... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Здравствуйте. Мака и Дэвид Пи не дают разыграть. И по итогу последним остается Снакс. По нему есть информация. Играют он 1х3. Просто кидают смок. Ну, его здесь будут просто отовсюду контролировать. Сейчас не так просто. Будет сейчас Снаксу как-то пройти здесь. Попробовать еще разыграть. Это будет сложно. И, скорее всего, уже 11-ый для команды Френч Фрокс. Да. Дэвид Пи забирает по итогу Снакса. По даблкилу у Маки и Дэвида Пи. И Логан 1 фраг свою копилочку оформил. 11-5 для коллектива Френч Фрокс. Сейчас будет экономически. Бомба не была поставлена, чтобы форсить. Хотя я видел команды, которые просто так по фану берут и форсят. Но они что-то ни разу не выигрывали за такие раунды. Ну да ладно. Итак, МП-9. Ну а тут сплошные гваки. Итак. Каджи увидел соперника. Прокидывает молотов. Ну и дальше, наверное, подпускать их попросту не будет. Дэвид Пи смотрит миддл, который готовится выйти Акалиш. Пытается тоже как-то микрострифами прочекать этот самый миддл. Но там он, боюсь, сейчас, по крайней мере, никого не увидит. А вот когда пойдет дальше, там уже будет чуть по-другому. Итак. Ой-ой-ой, Джинкс принимает араву игроков. Ну и по итогу Логан забирает последнего веги. 12-5 для коллектива Френч Фрокса. Они все ближе и ближе подбираются к победе. Но, опять же, до победы им еще далековато. Четыре раунда нужно взять до 16-ти. В свою очередь, Виртус Пром, конечно, там еще, как думанный, пешком. Но, тем не менее, Виртус Пром могут оформить. И я думаю, что самое время начать отправлять щиты за команду Виртус Пром. Итак. Дэвид Пи. Мака. Забирает по итогу Акалишиуса. Снакс. Находится в коннекторе. Значит. Забирает бомбу. Ну и тут... Знаете, выходить на Аплент это явно не самая лучшая идея, которая может прийти сейчас команде Виртус Пром в голову. Четыре игрока будет на этой позиции. Ну, пока что, конечно, три. Но, тем не менее, рано или поздно их станет четыре. Потому что не так долго перетягиваться в данный момент времени Маки. И... Ну, опять же, мне бы не хотелось видеть выход именно в эту точку. Логан. Ладно, он уже выбивает бомбу. Деваться некуда. Придется идти. Но, правда, опять же... Я... Я просто сейчас смотрю на положение сил на карте. И я понимаю, что это поражение, причем быстрое, для команды Виртус Пром. Хотя, погодите. Снакс. Ну, ладно, ладно. Одни в одного. Снакса здесь не хватает. Веги отваливается. Михо и Снакс. Сдаются вдвоем. Под флешечку работает. Отлично. Михо смог забрать оппонента. Самое проблемное для них сейчас это вот этот парень. Который просто приветики передает сейчас парням. Господи, да как? Как он сейчас не убил Дэвид Пи? Это было просто отвратительно. Тем не менее, времени теперь уже не хватает. Один на один. Хаджи против Снакса. Снакс будет ставить эту самую бомбу. На него выходят оппоненты. Все-таки этот раунд берется. Я просто не понимаю, как этот раунд был взят коллективом Виртус Про. Это просто какая-то жесть. Дэвид Пи. Простейший. Они как мишени перед ним бегали. И тем не менее, он не смог убить никого. Да уж, это жесть. Это жесть. Ну что же, 6-12. Отличная работа. У парней с командой Фрэнч Фрэк закончились деньги. Но как закончились? Они просто... Им просто не хватает, чтобы закупиться еще разок. Логан забирает Снакса. Снэчим. О, халява. Халява номер один. Да что ж такое-то. И тут начинаются некоторые перестрелки. Три в три ситуация. Но при этом пока что два дигла ЦЗ-шка. Ребята пока очень аккуратные. Но при этом двигаются в направлении базы Б. Хотя кто его знает. Еще могут пройти куда угодно. Да что ж такое-то. Сейчас. Пока тут экономический. Думаю, можно чутка отвлечься. Тем не менее, выход на базу А. И игроков здесь уже не осталось. Логан последний. Логан на базе Б. И в общем-то на этом все и заканчивается. Так. В общем-то. . Продолжение следует... Продолжение следует... Ой, миху, дружище, ну как же так оказалось, это неприятно в такой диспозиции. 4 АК-47, Virtus.pro. 4 АК-47, Virtus.pro. 5 АК-47, Virtus.pro. Ой, просто ужас, просто ужас, тихий ужас произошел только что на карте, они двигались по лавочке вдвоем, и это просто жесть. Ребят, можно запустить файл фиш сейчас в чат, потому что я не знаю, у меня просто нет слов. У меня просто нет слов. Это какая-то жесть. И тем временем... 4П-250, Galil. В общем-то, ВП без экономики двигаются в направлении база, при том самое, что интересно, Веги и Снетчи закупились, то есть у них будут проблемы в случае чего. И это очень-очень неприятно. Мака забирает еще Веги, но все-таки есть девайсы. Есть АК-47, есть АУК, и от этого можно разыграть. Снетчи АК-4, вдвоем, против троих. Итак, потихоньку уходят. И уходить они, похоже, будут под базу Б, исходя из того, что я сейчас вижу. Правда, как скоро об этом догадаются ребята из команды French Frogs. Ну, исходя из того, что мы опять же видим, очень-очень-очень скоро. И, по-моему, начинает перетягиваться уже Дэвид Пи, он понимает, что пахнет так-то жареным, и он ожидается таки в окне. Игроков очень аккуратно играют ребята из команды French Frogs. Не хотят они отваливаться просто так на пустом месте. Ну, а там выход на базу Б прям вот сейчас будет оформлен. Ну, там посмотрим. О, Саспект, давно не видел тебя. Ну, да-да-да, такое бывает. Хотя, опять же, я вылетаю достаточно часто на трансляции. Но добро пожаловать в любом случае. Макс Супер 25. Тем не менее, Дэвид Пи. Всю бомба поставлена. На понимание есть, какой это будет плент. Уже 100%. Дэвид Пи. Ну, все, там снайперская винтовка работает. Тем не менее, Дэвид Пи должен, все-таки, наверное, пройти, попробовать забрать как-то Алишуса. И есть минус. Правда, опять же, ситуация 2 в 1. И Снэч будет просто ждать здесь оппонента. Он забирает первого. Все, по нему есть информация. Ну, и дальше... Дальше просто бомба должна сработать. Точнее, АВП. И нет же, не работает. 8.13. Этот форсированный раунд заходит для коллектива Virtus.pro. 8.13. И, как говорится, to be continue, похоже. Похоже, мы все-таки будем смотреть. Ух. Пистолеты в исполнении команды French Frogs. Нет у них денег, чтобы закупиться. Проанализируем в ближайшие матчи, я лям поставлю. Мне кажется, в этом... Тем более, я, как аналитик, именно конкретно... Ставочный очень-очень плохо. Поэтому, мне кажется, это надо было тебе ждать, пока тапочек начнет комментировать. Он как раз специализируется на подобном. Маком забирает с Накса. Должен подловить себе еще какой-нибудь девайсик. Но нет. А, нет. Хотя... Не-не-не, не поднял. Не поднял, пока он девайсика. Ну ладно. В любом случае, хотя бы минус есть, что уже неплохо. Укрепляется база B и очень зря. Потому что ребята выходят на аплэнд, где тот самый Мака смог дать минус. Вдруг даст еще один. Почему нет? Это было бы очень даже неплохо. Тем не менее, игроки проходят в КТ. Очень аккуратно играют. Несмотря на экономический. Сейчас должны примерно понимать, ребята из команды Virtus.pro, что вообще творится. И, как мы видим, ладно. Мака поторопился. По итогу отвалился от команды. Отчем, от рук околишился. Бомба стоит на... Ну а оставшиеся игроки, они остаются там же, где и были. Тем более, у Хаджи есть армор, есть что сейвить. Вот так. Откройте, пожалуйста, табуляцию. Без проблем, дружище. Не знаю, что немножко поздновато, но тем не менее. 24 на 12 мака. 16 на 10 Хаджи. 12 на 11... Да, это... Как там топ-статистикам? Да, да, да. Ладно. Мы тем временем возвращаемся. К игре 13.9. Ребята из команды Virtus.pro подбираются к Total. Очень-очень медленно, но тем не менее. Это не мешает им сделать достаточно верно. А у ребят из French Frog все еще не хватает экономики. Соответственно, Диггл, ЦЗ-шка тут как-то прям совсем не очень все это выглядит. Ай, ладно, ладно, поспешил. Все хорошо, Логан, дружище. Ой-ой-ой-ой, Логан. Ну там Макс в итоге с ним его засейвил. Да что? А зачем они дальше в этот дым лезут? Господи, у вас... Ладно. Все хорошо. Ну, потеряли бомбу. Триплкилл для Логана, ладно, да. Коментарный вопрос, как относишься к Na'Vi и в чем их главная проблема? Почему они не могут обыграть Астралис и Жидкин? X2. Я не считаю, что у Na'Vi есть какие-то проблемы на самом деле. Ну, фиг знает. У них вполне сложная игра. Единственное, что... Раньше, по крайней мере, были по дисциплине проблемы, но... Сейчас у них все окей, если я не ошибаюсь. Они показывают достойный уровень. Просто... Просто пока не могут дойти до того, чтобы обыграть все-таки команду. Команду Liquid, команду... Астралис. Я думаю, что им нужно просто чутка больше тренироваться, и после этого они смогут убрать. Убрать. Потому что индивидуально там очень жесткие игроки. Прям дико жесткие игроки. Ну и тем временем 14-9 для команды French Frogs. Абсолютно невнятный раунд был выигран только что французскими лягушками. Серьезно. Ну, вот... Ладно. Очень непонятный раунд. Ну, тем не менее. Ладно. Три АК-47, П-250 и МАК-10. Итак, Миху. Веги. Ну и начинается, начинается, начинается. Джинкс отваливается от рук Алишевса. Правда, успел забрать Снетчи. Поэтому вышли в размен, ребята. Ну и тут уже дальше нужно просто смотреть. Опять же, есть Хаджи, которому не очень хотят пока идти игроки команды Virtus.pro. Парень пока очень аккуратно разыгрывает. Тем не менее, рано или поздно они все-таки подойдут. Калишевс еще зайдет с шарта в случае чего. Тут есть Дэвид Пи, который смотрит в спину. Но... Сейчас, вы знаете, было бы очень приятно, если бы Логан пошел пропушил яму. Дал бы инфу, что там никого нет. И тут... А ладно, тут уже в любом случае начинается выход. Дэвид Пи забирает Веги. Дэвид Пи пытается дальше как-то постреляться. Но все-таки очень сложно это им удавалось. Тем не менее, Миху остается один. 1х2 против Логана и Маки. И самое что интересное, Логан будет заходить... О-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Времени, времени просто не хватило команде Virtus.pro. И Френч Фроги по итогу выигрывают этот раунд просто по таймеру. 15-9. И это матч-поинт для команды Френч Фрогс. Ладно. Денег нету. Команды Virtus.pro играют. Отнутой снайперской винтовки АК-47. Двух дигов и ЦЗшки. Последняя попытка от команды Virtus.pro. Хотя сейчас каждый следующий раунд будет для них последним. Может, точнее, стать последним. Там посмотрим. Итак, Хаджи. СНАКС. Отличная работа. Есть минус по Маке. Получает себе СНАКС вторую снайперскую винтовку в команду. Ну, и вот теперь уже чуть интереснее. Итак. Джинкс. Красиво, Веги. Красиво. Минус по Джинксу оформляется. Уже два безответных минуса. И хочу заметить, что это сделано из пистолетов. Дэвид Пи забирает Веги. При этом бомба будет поставлена на базе Б. И как и, в принципе, основная четверка оставшейся команды Virtus.pro. Будет находиться именно на этой точке. Можно уходить на сейв ребятам из команды FrenchFrogs. У них нет денег. И их же не будет. К следующему раунду. Поэтому придется тут как-то посидеть, помучиться. В любом случае, будут форсить. Потому что ни у Маки, ни у Джинкса попросту нет. Девайс. Не будет денег на девайсы. Ну что же. Есть минус. Слоган. Забирают все-таки окалишился. Кладется смок. Да. Да. Девайсы попросту сейвятся в следующий раунд. Скорее всего, дропнут какой-нибудь скаут для Маки. Джинксу придется разыграть. Ну, может, с пистолетом разыграет. Кто же его знает. Итак. Ну что же. Поехали. Поехали смотреть. Три АК-47. Два АВП. С другой стороны мы видим скаут и Дигл. И, в принципе, это выглядит достаточно сурово. Но, опять же, все будет зависеть от того, как разыграют сейчас парни из Virtus.pro и из French Frogs. Опять же, прошлый раунд от Virtus.pro был очень даже неплох. Неплохая работа с пистолетами, которая принесла им раунд. Такой важный для себя. Хотя для них сейчас каждый раунд, опять же, важен. Хаджи. Начинается с минуса по Снаксу. Неприятно. Джинкс при этом ждет. Вот Веги пошел бы дальше, наверное, если бы Снакс не отвалился. Но, тем не менее, что есть, то есть. Наверное, сейчас на снайперские винтовки все-таки будет неправильно выходить. И нежелательно абсолютно. Да, в окно выходить это опасно. Так. Нет, дружище. Так не стоит делать абсолютно. Если я не ошибаюсь, то со временем он все-таки... А, ладно. Да, там надо уже смотреть, наверное, за David MP. И за Макой. Опять же, в Маку верится, конечно, не так сильно. Тем не менее, выход-то будет на базу А, тем не менее. Парни все разводят. Все разводят. Логан. Так, есть минус один от него, но лишь на один фраг его здесь и хватило. Три в три ситуация. Диггла от Джинкса. Джинкс при этом прошел крайне далеко. В яме его уже не будет. Хотя, опять же, сейчас было бы крайне приятно, если бы он был именно в яме. Вышел бы в спину к оппоненту. Но, что поделаешь, такого не произошло. Джинкс при этом забирает Калишиуса в веке. Отваливается от рук David MP. David MP один на один против Миху. У Миху пять процентов здоровья. Но из плюсов бомба тоже стоит под него. Так что об этом не стоит забывать. И David MP абсолютно не понимает, где находится его соперник. А его соперник находится в данный момент времени на Тетрисе. Начинает дефать бомбу. Ну, забирает соперника. И это 16-10. Дорогие друзья, ребята из команды Френч Фрокс побеждают в этом раунде. И в этой игре. Мака 25 на 16 настрелял. David P 17 на 12. Хаджа 19 на 13. Джинкс 18 на 19. Логан 16 на 13. Миху 18 на 17. 20 на 21. Веги. 9 на 18 настрелял. Снетчи. 13 на 20. А Калишус. Снакс 13 на 19. Что ж, так оно и получилось. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Не забывайте переходить в паблик. И можете оценить мое комментирование. Можете просто меня в друзья добавить, если вам это вдруг нужно. В общем, здесь можно оставить отзыв. А вот ссылочка на страницу, если вам опять же это как-то нужно. На этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок. Субтитры сделал DimaTorzok